Привет, сегодня мы поговорим с вами о топ-10 играх, которые были анонсированы и представлены на движке Unreal Engine 5. На сегодняшний день в создании игр и компьютерной графики произошли большие улучшения, о которых я рассказывал в предыдущем видео. Вы можете нажать на подсказку сверху и посмотреть его. Я хочу выделить несколько действительно крутых игр, которые вскоре стоит ожидать. Они уже анонсированы и показаны видео с геймплеем. Хотя в новостных заголовках звучали анонсы таких игр, как Том Рейда и Ведьмак, но трейлеры не представлены, а даты выхода не озвучены. Перед началом, хочу попросить вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях название игры, которую вы больше всего ждете на Unreal Engine 5. На 10 месте расположилась игра Project M от студии Ingsoft. Это первая их игра в повествовательном жанре, похожая на кино, в котором вы создаете сюжет своими решениями. Суть игры в том, что смена сюжета зависит от того, какое решение вы примете в той или иной ситуации, а также от хода ваших действий. Главный герой мужчина, который потерял свою любимую девушку. Этот сюжет может показаться банальным, на первый взгляд, но я считаю, что нас ждет что-то очень интересное. Все это благодаря атмосферной озвучке и реалистичности персонажей, которая сделана за счет захвата движений реальных актеров. Игра пока еще не получала точной даты выхода, но трейлер выглядит динамично, а качество графики на высоком уровне. На девятой строчке расположилась игра Kingdom Hearts 4. Разработчики показали кадры с геймплеем игры. Четвертая часть начинается сразу после действий, в третьей части, где главный герой находится в новом мире, называемый квадратом. Благодаря Unreal Engine 5 разработчики смогли показать нам более реалистичный город. Из трейлера видно, насколько город большой и как он наполнен множеством мелких деталей. Также в трейлере старались показать в большей мере интересный геймплей, а не качество графики. Пока что, об игре известно немного, но не стоит забывать, кто участвует в ее разработке. Восьмое место занимает игра, Ил. Разработка игры началась достаточно давно, и разработчики показывали несколько видео с различным геймплеем. Игру сравнивают с Resident Evil и говорят, что это будет очень сильный конкурент в этом жанре игр. Игра была представлена на игровых выставках, где зрителям показали очень качественный хоррор-шутер от первого лица. По уровню детализации хочется отметить персонажей врагов, которые немного напоминают опыты профессора Биркина из Resident Evil. Учитывая, что высокая графика в игре осуществляется за счет Unreal Engine 5, я надеюсь, что и сам геймплей будет захватывающим. С каждым выходом новой информации об игре становится ясно, что игра будет действительно интересной. Под номером семь расположилась игра Invinclable. Это приключенческая игра, действие которой происходит в космосе от первого лица, но с новыми механиками игрового процесса. Разработчики игры по максимуму используют новые технологии освещения, а локации и окружение выглядят невероятно реальными. В игре на высшем уровне проработали не только окружение, но и детали космического оборудования. Сюжет игры будет построен на sci-fi истории, где игрок будет выступать в роли астробиолога. Процесс игры будет строиться не на экшене, а на более спокойном и проработанном повествовании. На шестом месте расположилась игра Layers of Fears. О разработке игры не так много информации, но оттуда известно, что это будет обновленная версия игры прошлых двух частей, объединенной в одной игре на базе Unreal Engine 5. Обе части игры уже были с хорошей графикой, но я ожидаю, что разработчики добавят новые локации, детали и геймплей. Ждать ее осталось недолго, так как дата выхода игры назначена на начало 2023 года. Пятое место занимает игра от студии Biteback Redfall. Игра будет командной на четыре игрока. Игроки будут уничтожать орды вампиров в маленьком городке Англии. Также игра будет поддерживать и соло-режим, где можно будет в одиночку проходить сюжет игры без необходимости собирать команду. В групповой игре у каждого будут свои уникальные способности. Игра предлагает разносторонний геймплей. Графика игры слегка мультяшная, поэтому не сразу видно все преимущества работы движка Unreal Engine 5. Но все же при просмотре трейлера геймплей игры, графика выглядит впечатляюще. Четвертую строчку занимает The Day Before. Это супер амбициозная MMORPG, которая совмещает в себе The Last of Us и Day Z. Вас ждет город с открытым миром, сражения, лут, ПВЕ и ПВП-зоны, кастомизация и невероятно крутая графика. Из-за того, что команда разработчиков небольшая, дату выхода игры, к сожалению, уже несколько раз переносили. На третьей строчке Hell is Us. Игра издается на кон, а разрабатывается Rock Factor. Деталей об игре не так много, но с уверенностью могу сказать, что будет крутая графика. Был показан небольшой тизер-трейлер с интересной концепцией, которая напомнила игру Control. Исходя из описания игры, вас ждет приключение, из которого вы познаете темную сторону человечества. Дата выхода назначена на 2023 год и выйдет она на PS5. На третьей строчке Hell is Us. Игра издается на кон, а разрабатывается Rock Factor. Деталей об игре не так много, но с уверенностью могу сказать, что будет крутая графика. Был показан небольшой тизер-трейлер с интересной концепцией, которая напомнила игру Control. Исходя из описания игры, вас ждет приключение, из которого вы познаете темную сторону человечества. Дата выхода назначена на 2023 год и выйдет она на PS5. А первое место занимает игра, которую многие ждут очень давно. Да это он. Сталкер 2, сердце Чернобыля. Эту игру уже заждались все фанаты. Но из того, что нам удалось увидеть, могу сказать, что игра выглядит просто невероятно. Первая часть игры была совершенно уникальная и определяющая некоторые особенности жанра. Не могу сказать, есть ли у новой игры потенциал кардинально изменить все, но Сталкер 2 действительно выглядит как увлекательное приключение с удивительной графикой. Будем надеяться, что совсем скоро наши ожидания оправдаются. Это был мой топ 10 крутых игр на Unreal Engine 5. Ждем их скорый релиз. Мне было интересно рассказать о них, поэтому хотелось бы узнать ваше мнение, есть ли у вас свой топ или вы также ждете игру из моего списка, то обязательно напишите об этом в комментариях. Если вам понравился ролик, жмите лайк. Спасибо за просмотр, до скорого. До свидания.